здравствуйте дорогие товарищи вы смотрите канал на ютюбе спорим врут мы ищем правду зовут меня влад серов и сегодня в выпуске в ес нашли самый подходящий момент чтобы вспомнить о демократии и правах человека заявили вдруг что путин диктатор а что там друзья европы все святые да это нога у того у кого надо нога ну что спорим что это правда или не совсем брехня рубрика виноват путин парламентская ассамблея совета европы и пасы приняла резолюцию которая признала власть президента россии владимира путина после 2024 года нелегитимный а россию де-факто диктатурой говорится в заявлении опубликованном на официальном интернет-портале организации как отмечается в сообщении в пассе выразили беспокойство по поводу чрезвычайно длительного пребывания у власти владимира путина там указали на то что в российской федерации отсутствуют какие-либо противовесы в виде сильного парламента независимой судебной системы и свободных сми подавляющая власть президента превратила российскую федерацию в де-факто диктатуру проинформировали в организации к тому же было отмечено что поправки конституции российской федерации которые были внесены в июле двадцатого года о количестве сроков дают возможность президенту путину сохранять свой пост до 2036 года когда ему исполнится 83 года кто когда ему исполнится 83 года а то что на второй срок прямо сейчас выдвигается байден которому концу двадцать восьмого года стукнет уже 85 это почему-то пассе не волнует 83 года это слишком солидный возраст когда речь идет о путина но при этом же 85 вполне допустимы когда обсуждают байдена то что путину сейчас 71 а байдену уже 80 это их тоже не волнует впрочем все это было бы не так смешно если бы не недавний переворот в неделе который напомнил нам всем как европа считала законно избранным никаким не диктатором и полностью признавала власть сперва папочки диктатора который правил 30 с лишним лет потом сынульки еще 16 лет да и вообще в россии в либеральной среде очень принято с многозначительными усмешками и намеками говорить об африканских диктаторах среди которых есть еще и людоеды но как-то не принято говорить о другом что у просвещенной и демократической европы есть претензии к власти путина что видишь ли мало демократии но нет претензий к тем самым африканским лидерам которых на западе называют законными демократические избранными и так далее это что же значит если в россии уровень прав и свобод прикрутить до африканского уровня то у наших западных не товарищей наконец и к нам пропадут претензии но серьезно если в африке у них демократия никаких санкций не водится и претензий нет а в россии они недовольны значит африка это эталон прав и свобод для европы на которую надо равняться как это все как это все некрасиво при этом в самой европе не будем уж вспоминать старушку меркель которую отправили в отставку но перед этим она правила германию 16 лет но в отличие от путина вообще без перерыва ну хорошо меркель может подумать это единственный пример в ес а в голландии например марк рютте правит без перерыва с 2010 года то есть уже 10 лет конечно не надо думать что совсем уж никто в европе не заметил этих веселеньких фактов конечно же на них обращали внимание а толку там же пресса вся сплошь своя да наша и если лидер угоден ведет правильную про американскую политику ориентированную на атлантические ценности то никто и не заметит сколько он лет у власти как и европа в упор не хочет замечать сколько правит ее законно избранные так называемые ставленники в африканских колониях а про марка рютта они вообще говорили да как вы смеете да он святой это же наш европейский мистер стабильность знакомая риторика да да именно стабильность оказывается что в европе понимают что это хорошо просто планов у них таких нет чтобы хорошо было еще и в россии наговаривайте на нашу семью грех это друзья ставьте лайки подписывайтесь и уже завтра новый выпуск на нашем канале не пропустите